на нас на христианах огромная ответственность на этой земле люди дико кощунствуют вы думаете почему язычники которые не пьют начинают пить одна из причин которые не курят начинают курить знаете почему запросто может быть такая причина рождество отметили кощунственно все да после этого идет умножение беззакония и люди дальше скатываются начинают делать грех наша задача как христиан показать им образец чтобы люди которые реально издеваются над этим праздником это уже до безумия и наша задача как христианам показать образец чтобы люди мира сего которые сюда придут видя вашу достойную жизнь любовь к ним они когда сюда придут они увидят хоть какое-то подобие тому как настоящие христиане должны подходить к этому празднику может быть они сокрушатся может быть они задумаются так что-то серьезно очень но то и пусть бог нам поможет ревностно приглашать других и самим явиться кстати билетов там уже насколько чуть-чуть осталось я не буду сегодня проповедовать я только хотел знаете некоторую статистику сказать о жизни нашей церкви по молодежи на основании одного текста священного писания всеми вами любимой евангелие от иоанна которая периодически вы читаете размышляете думаете о нем я надеюсь конечно что так происходит светлейшая евангелие советую всем у кого бывают всякие мрачные мысли знаете есть такая борьба тяжелая когда тебя преследуют мысли ты вроде не грешишь а какое-то давление такое евангелие от иоанна сильнейшее лекарство от всяких мрачных мыслей переживаний читайте его в молитве желательно даже в посте и вам будет светлеть более и более 15 глава 8 стих тем прославится отец мой чем то он должен прославиться если вы да христос говорил ученикам принесете много плода и будете моими учениками молодежь на протяжении этого года я наблюдал и другие братья наблюдали как некоторые из нас которые знаете такой хромой образ жизни вели духовно которые легкомысленно как-то передвигались по дворам дома божия которые знаете как тень где-то как-то с таким партизанским синдромом аккуратно там возле колонн мелькают потом исчезают опять куда-то наблюдалось как эти люди меняются в лучшую сторону для нас нет ничего лучше видеть не только знаете тех кто стремится те которые работ в пролом и входят как он сегодня паренек там на пульте да или как павел зашел пролом за рождество это все хорошо это прекрасно но нет ничего лучше когда хромые члены церкви или верующие которые после харизматических издевательств приходят или которые просто дверовцы побитые да к христу идут или просто уверовавшие люди нет ничего приятнее когда вот это хромое кривое или или просто люди которые не пока не могут понять суть вообще начинают выздоравливать нет больше для нас радости я свидетельствую вам что пораженных не так много но есть но много пробуждающихся много тех которые выздоравливают которые перестают легкомысленно бродить которые с сестрами начинают в контакте или где-нибудь вместо интриг каких-то вшивых общаться о библии без всяких там вот этих змеиных движений лукавых которые начинают вместо того чтобы ныть ходить верующие да начинают подключаться начинают действовать начинает поддерживать служение участие и написано принесете много плода некоторые думают что ничего толком не происходит в молодежи некоторые думают что молодежь там посидела где-то или там сходила на коньки или что-нибудь еще на этом все остановилось я хочу зачитать некоторые служения для общего слышания в которых в этом году молодежь участвовала это будет буквально кратко но я думаю что это важно увидеть услышать в комплексе первое такое объявление необходимо нам молодежь со следующего года вот эти лавочки братьям которые служат здесь выставлять их точно потому что наши сестры уборщицы они как бы фитнес-клуб не посещают на эти гантели там они конечно прыгают со шваброй бегают как бы такие акробатические есть до навыки конькобежный спорт там и так далее да но только они не в силах вот эти лавочки шестиметровые выставляют понимаете так что братья пожалуйста не спите сестры над тортами а братья над лавочками спать нельзя надо их выставлять точно и четко после мероприятия и так что происходило что происходит регулярно проходят молодежное общение то есть это вот эти где мы собираемся здесь по воскресеньям второе это то в чем служит молодежь церкви ковчег второе это конференции две в году мы приветствуем приезжающих и очень много подготовки очень много труда вот знаете такого невидимого и участия и так далее существует молодежь совет 12 кто не знает это 13 примерно основных братьев которые служат молодежи которые имеют какие-то уже ответственности за какое-либо служение это ревностные служители начинающие церквей христовых конкретно наши церкви мы постоянно собираемся мы постоянно все рассматриваем изучаем сверяем со священным писанием молимся поем мы постоянно держим себя скажем так в тонусе чтобы не расслабляться туда ли мы идем туда ли мы ведем народ то есть мы как бы постоянно думаем так ли мы служим вам как должно служить по евангелию и так далее дальше существует братская это по средам проходит два раза в месяц когда совет 12 расширяется открывается и все братья члены церкви они могут приходить на вот это братская мы там поем едим пьем и чем хорошо но это как синедрион все все слышат то что доступно мы там раздаем ответственности мы там выслушиваем свидетельства мы какие-то тексты писания разбираем очень интересно дальше назначаются периодически посты и молитвы кстати без постов далеко вы не уйдете вам сразу говорю наперед если вы еще не постились и не поститесь то вам срочно нужно этим заняться и разобраться в этом потом существует слава богу небольшая но искренняя женская молитвенная группа молодых сестер и слава богу что не так много но есть те которые видят в этом смысл я думаю бог усилит это в дальнейшем дальше братья периодически молятся до четыре часа вечера перед служением собирается здесь для молитвы дальше есть спортивное служение болеслав который подымет и мертвого который трясет всех постоянно он как-то не успокаивается человек слава богу за такие души и он как бы к сочи тоже подготавливает сильнейшее участие вы слышали кстати не спите участвуйте плвц огромное количество молодых братьев проходят эту эту долину работы над собой изучение дисциплины как мужчины формируются дальше подростковое служение прекрасное направление огромное количество молодежи задействовано там ревностно помогают сближаются с этим возрастом очень успешное служение светлое без каких-то там примесей особых нету то есть светлое дальше благовестие на набережной весной если живы будем наши эти прекрасные общения территория жизни перетекут в благовестие на майские праздники на пасхальные и так далее и так далее то есть это будет целая серия выходов в город в различных формах не просто с визиткой но с ресурсами с дисками различными с подарками для людей для общения будет целая подготовка дальше происходит постепенная реформация и переориентация молодежных мероприятий и служений для неверующих людей то есть если это домашняя группа идет работа надо над адаптацией под неверующих чтобы они не боялись людей это стресс прийти куда-то если это рождество то там для них делается если это какой-то выезд то для них если это конференция то есть максимально для людей внешних идет постепенно такое знаете как выправление этого дела что мы привыкли для себя все под себя подгонять праздники все но нужно понимать что мы служим людям внешне дальше антинарка прекрасное служение молодежная которая уже много лет как стены ерихона обходят постепенно они трещат уже эти стены сильнейшее служение благовестническое огромное количество молодежи подключено это просто реально колоссальный титанический труд дальше краткосрочные миссии это как вот эти знаете светлячки которые осветляют разные концы нашей страны и даже уже в индии побывали слава богу то есть постоянные выезды на миссии подключайтесь тоже братские выезды молодежном братстве возвеличивается братолюбие то есть отношения в первую очередь не просто там какие-то служения там вот знаете такие войны там уже паранойя там у всех а просто братолюбие обычные настоящие светлые отношения между братьями это самое главное без этого ничего не пойдет и хоть ты тресни какой бы ты там не был турбированный братство оно должно любить друг друга дальше существуют всякие лидерские встречи различные обучения еще крещение посмотрите внимательно кто крестится в основном крестится молодежь молодые люди реально приходят богу и реально остаются в церкви я думаю что это хороший признак что неверующая молодежь приходит богу и крестится остается в церкви дальше встреча с пресвитерами происходит сложная но такая живая работа сближения со старшими братьями потому что поверьте это сложно когда в церкви есть целая группа молодых крепких парней которые которые постоянно собираются и не все могут подумать что там все прекрасно существует некоторые опасения было много выходов с церкви но никаких выходов не намечается идет только работа на развитие на внутреннее созидание и ведем с ними также работу старшими братьями их непожелания выполняем корректировки какие-то рождество отлично это первый сильнейший праздник года от него как бы трогаем его идет потом вдохновение на весь год и для меня незабываемое впечатление отложила когда помните рождество закончилась и когда убирали зал это какие-то сколько 45 минут по моему это было что-то писание есть такие вещи когда страх господин нападает на народ написано и выступили они как один человек это просто было знаете чудо когда столы стоят еще все и буквально 45 минут зал уже весь вычищен ничего нет все стоит мусор выметен все лавочки стоят это реально это было чудо и бог показал как он может через единство то что когда там знаете пятеро таскают а рядом эти сны куда стоит там молиться там или пустословит еще хуже то есть реально идет все вот как один народ как муравьи взяли и сделали вот так вот церковь настоящая живет дальше домашние группы они сейчас такой немощи но они существуют они будут усиливаться некоторые скат наши лидеры так что сестры будите их молитвами потом обучение существует обучение различные то есть молодежь молодые братья особенно проповедники лидеры в москву кабардино-балкарию летают семинария да и последние два простые социальные участия в нуждах есть простые вещи когда просто помогают друг другу не служение инвалидам и бабушкам служение инвалидам это люди которые особо страдают кстати кто страдает ропотом и думает что у него тяжелая жизнь и вам трудно очень живется можно ролик этот про город мусора посмотреть сначала для начала как есть люди другие которые мучаются я кстати своим мальчиком когда они там чуть-чуть борзеют я им показываю картинки про войну я не говорил вам вот не войну не смысле самолетик это одна сторона показываем знаете допустим печка такая да одна осталась реальные фотографии и стоит мама дитя маленькая плачет одного на руке держит вот как жили дети во время войны вот они с голода чуть ли не умирали они смотрят как они живут и как бывало так что кто хочет кто думает кому тяжко кому там уныние возгоняйте как нибудь на служение инвалидам и посмотрите как люди реально тяжелейших страданиях души свои тела хотят жить хотят дышать хотят радоваться хотят что-то делать хотят эти колеса крутить и вам полегчает спасибо всем молодежь кто трудился кто служил кто поддерживал светлую атмосферу в церкви будем служить господу богу нашему дальше ему за все слава от народа аминь аминь